когда ты очень мягко и деликатно что-то говоришь человеку происходит противоположный эффект это как как система резонанса понимаете вот чтобы мозг допустим взорвать нужно много тонн тротила или в ногу солдаты прошли и мозг разлетел называется резонанс неожиданно так понимаете солдаты вроде это не тратил такая сильная энергия но произошел резонанс вот семейных отношений всегда идет резонанс и поэтому нужно быть очень аккуратным нельзя никогда напрямую говорить о недостатках близкого человека но если ты говоришь аккуратно в шутку вот допустим почему мы говорим напрямую недостатка близко человек потому что они меня ранят я выкажу из равновесия начинаю громко и грубо кричать или вещать что ты такой секой я несчастная с тобой это немножко другая тема почему так происходит потому что люди слабые слабые и не тренированы в отношении ну и плюс они не знают что это не работает вот если ты допустим кричишь на человека поймет ли он что-то он не прав никогда это невозможно потому что знание находится в разуме от вопля разум теряет полностью он парализуется что женская эмоция что грубость мужчины разум парализован объяснить человеку невозможно пустая трата силы времени только начинается конфликт что делать надо понять что все устроено таким образом что нужно сначала победить свою судьбу через твой близкого человека действует судьба поэтому прими ее принять и судьбы буквальном смысле означает что ты уже привык что человек так делает привык привык означает у тебя есть природа добрые друзья есть бог то есть привык означает что у тебя озеро счастья в сердце настолько большое что эта проблема там потонула ну ты то есть самодостаточной жизни живешь не зависишься от счастья от близкого человека близкий человек никогда счастья не приносит он приносит трудности но он также приносит благодарность вот это и есть счастье которых не приходит если ты его не мучаешь жизнь благодарность приходит от него вот это вот и есть счастье только благодарность больше нет никаких видов части влюбленность заканчивается дальше ничего не будет только благодарность если ты ведешь себя правильно а если неправильно то сильное страдание у близкого человека. Неправильно, что значит? Значит, правду ставишь выше любви, начинаешь воспитывать жестко близкого человека, доказывать ему что-то, пытаться его поменять. Это означает неправильный стиль отношений, он приводит к разрушению отношений, всегда. Что делать? Доброта, прощение, принятие. Что делает? Человек начинает, включается совесть, и он чувствует, а может быть, я неправильно себя веду. Вот тут меня жена очень сначала в отношениях сильно пылила, она сильно обижалась на меня, а я старался сдерживать все это. И пришло время, она, когда вспыли, подходит ко мне и говорит, я, наверное, неправильно сказала, грубо слишком. Я говорю, нет, ты так хорошо сказала вообще. Никогда не соглашаюсь, хотя она знает точно, что так оно и было. Но если я соглашусь, то тогда она будет еще раз травмирован. Понимаете? Непонятно? Ну, то есть отношения любви означают всегда догадайся сам. Только так, да, без вариантов. Других вариантов нет. То есть, если ты хочешь что-то сделать, втулить, как близкому человеку, он это не услышит и будет бунтовать, топать ногами, руками. Почему? Потому что любая агрессия в любви неприемлема. Если ты пытаешься что-то втулить, то это вызывает жуткий протест. И твоя правда, которую ты хочешь донести, она глохнет в самом оскорблении любви. Понимаете? Понимаете? Поэтому все обиды, это все означает просто неправильный стиль. Потому что если человек, допустим, ведет себя плохо, и ты делаешь правильный стиль, ты на него не обидишься. То есть он грубит, ты прощаешь, терпишь, дистанцируешь. Потому что если он не обменяем, продолжает дистанция, можно жить отдельно, можно не разговаривать с ним несколько дней. Никто не запрещает вообще. Ты имеешь на это право. Но если ты вступаешь в конфликт, ты говоришь, как ты со мной говоришь, то ты ничем не отвечаешь. Вот если две собаки гавкают, ты идешь мимо, ты не знаешь, какая из них хорошая собака. Ну, обиженная, хорошая собака, которую обидели. А какая плохая, которая первая гавкнула. Они одинаковые, обе гавкают. Так для Бога одинаковые. Вот два супруга ругаются, для него разницы нет. Кто первый начал, то второй, разницы нет вообще. Если ты хороший, не ругайся тогда. Если ты считаешь, что ты хороший, прощай, терпи. Меняй близкого человека. Вы скажете, это что за ты, Олега Геннадьевич? Я пришла на лекцию вообще узнать, как это сделать так, чтобы мой муж, скотина, перестал меня мучить. Вот конкретно, у меня была конкретная цель вообще. А вы мне тут рассказывайте вообще, что я с этим, ну, ладно, ладно, Олега Геннадь, хорошим в кавычках человеком, Хорошим в кавычках человеком, должна прыгать перед ним на задних лапках. Да я и так расстилаюсь перед ним. Я и так ему уже много чего простил вообще. Просто ради того, чтобы жить вместе.